Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вместе с Ростовской областью поддержал олимпийцев и дух Олимпиады. Несмотря на то, что Дон в Сочи представят не спортсмены, а только судьи и волонтеры, у часов обратного отсчета времени до старта Олимпийских игр на площади революции спортсменов подбодрили акцией, специальным гостем которой и стал знаменитый фигурист. Я испытываю огромную гордость быть вновь в вашем городе, в вашем замечательном южном городе. Знаете, в последнее время очень много делается для развития спорта, не только здесь, а в Ростове, в Ростовской области, а также и по всей России. И очень важно, чтобы была эта пропаганда спорта. Я очень надеюсь, что все-таки буквально через какое-то время, через 4 месяца, именно наши спортсмены будут слышать наш родной российский гимн. Зимние Олимпийские игры, напомним, пройдут с 7 по 23 февраля. Факел с Олимпийским огнем уже путешествует по России. Ростовская область из-за близости к Сочи примет эстафету одной из последних, 20-22 января. Огонь пронесут по улицам Шах, Новочеркасска и Ростова. Кстати, Алексей Ягудин рассказал журналистам о том, как газ – Олимпийский огонь, и призвал не относиться к этому негативно. По его мнению, главное, что никогда не погаснет русский дух. Огонь тух не только у нас, он тух и в других странах. Просто почему-то в других странах как-то это все тихо, спокойно. А у нас же именно не наши средства массовой информации, хотя некоторые из наших тоже. Ну, типа, трагедия. Ничего страшного нет. Самое главное, чтобы наши спортсмены нормально выступили. Для создания атмосферы в Ростов на один день привезли настоящие бобслейные сани – символ зимней Олимпиады. Этот боб, подобно Олимпийскому огню, объезжает перед играми всю страну.